10 лет назад на этом месте было пустое поле. Тогда никто не думал, что в металлургическом регионе может развиваться фармацевтика. Компания Рафарма выбирала между Калужской областью, где-то направление было весьма востребовано, и Липецкое. Предпочтение отдала последние. Условия для резидентов особой экономической зоны регионального типа оказались весьма выгодные. Налоговые преференции, развитая инфраструктура и поддержка областных властей. Именно это заинтересовало руководство компании. Со временем стало понятно, выбор сделали правильный. За 10 лет иргунской Рафарме удалось достичь таких результатов, которым другие компании приходят через 30-50 лет. Сегодня Рафарма обеспечивает лекарственный рынок России от 15 до 100%. Здесь выпускают антибиотики и противоопухолевые препараты. На последние, кстати, сделают большую ставку. Предприятие одно из немногих в стране с лицензией на производство цитостатиков, причем по международным стандартам. Так что продукция Рафармы достойна ответ импортным препаратам. Плюсом наших препаратов является то, что они очень высокого качества и доступны. То есть любая клиника, больница, аптека может их приобрести совершенно по недорогой цене. В ближайшие годы компания продолжит наращивать объемы производства. 20-ку самых значимых противоопухолевых препаратов будут производить в тербунах. Параллельно будут развивать и совершенно новое направление – лекарства, применяемые в ветеринарии. У нас примерно горизонт достаточно четкого понимания своих шагов – это 5-7 лет. Дальше, в общем, в принципе, уже грубыми мазками, конечно, но в течение 5-7 лет, сейчас порядка полутора лет уйдет на проектные работы. Поиск соинвесторов, подбор и детализация стратегии продуктового портфеля. Но основной вектор уже обозначен, уже проведены ряд совещаний, приняты решения, и эти решения вставлены в программу развития. На базе Рафармы несколько лет назад создали фармацевтический кластер. Сегодня идут переговоры с крупной корейской компанией, которая рассматривает возможность размещения своего производства в тербунах. Интерес очень огромный. Сегодня, действительно, размещая свои заказы фармацевтические компании иностранные, они приходят именно на Рафарму. Так что я уверен, что кластеризация фармацевтического отрасли в Липецкой области будет однозначно. Предприятие каждый свой день рождения отмечают вместе с сотрудниками. На заводе работают около 400 человек. Лучших ежегодно награждают почетными грамотами от областной и район администрации. Анастасия Сердюкова, Андрей Зубков. Липецкое время. Тербунский район.